Приветствую вас! В какой-то степени ситуация одновременно и сложная, в то же время достаточно легкая сложность в том, что вам, вероятно, будет достаточно тяжело отказаться от своей позиции, которую вы приняли. Вам будет достаточно тяжело отказаться от этой позиции, просто в принципе, потому что вам эта позиция, несмотря на то, что вам она не нравится, если она скачет, но тем не менее вы к этой позиции сразу привыкли, как мне кажется, и как бы отвыкать от этой позиции, отходить от нее вам будет достаточно нелегко. Мне кажется, что проблема сама выгружается в том, что вы пытаетесь завоевать таким образом себе какое-то вот доверие, вы пытаетесь таким образом, я имею ввиду, беря ответственность, а за других вы пытаетесь вслужить любовь. Потому что вам кажется, вам кажется, что если вы не будете вести себя, ну вот, так как нужно, чтобы вы заслужили внимание, там, одобрение, любовь, то вас никогда не полюбят. И вот это вот требование, что я должна быть удобной, я должна быть, там, условно говоря, какой-то для того, чтобы меня полюбили, чтобы меня приняли, чтобы меня поняли, чтобы меня уважали, может быть, чтобы меня ценили, может быть, вот. Вот это вот вами и, на мой взгляд, руководит. Именно это, на мой взгляд, вам не видит в вашем поведении. То есть, изначально, изначально я не очень хороший, изначально я достаточно плохая, если не сказать больше. И только, только через зарабатывание признания, через взятие на себя ответственности для других, я могу чего тратить, я могу получить любовь. Но, по факту, вы этого, конечно, к сожалению, не получаете. Вот, и вряд ли вы получите, потому что такая позиция, позиция одобрения, она, мягко говоря, невыгодна для людей, людей, ну вот, которые, условно говоря, вокруг вас. Потому что, если, ну, принять вас, да, если сказать вам, что да, слушай, да, ты молодец, всё, ты хороший, если так сделать, то, как бы, теряется главное. Вот. Вот. А именно, теряется власть, ощущение власть над вами. И это, поэтому никогда не произойдет. Вот. А родители вели себя с вами так, что вы должны постоянно доказывать. Постоянно доказывать и показывать, что вы не такая, как о вас думают. что вы другая, что вы лучше, ну, скорее всего, вы должны доказывать окружающим, что вы лучше. И только, только так, через, через вот эту постоянную борьбу можно обрести покой. Ну, на самом деле, конечно, нет. На самом деле, конечно, нельзя обрести покой, да, но вы так себя, скорее всего, приучили, вы так себя приучили жить. Ну, вот. Ну, очень чувствительно к оценке, я бы сказал, других людей. Вот. Ага. Потому что, именно то, что думают о вас руки, вам важнее всего. Ну, доказать как бы. Дальше. При этом, сами того не замечая, вы действуете так же, как ваши родители. Что я имею ввиду? Ну, я имею ввиду то, что веб-жет как бы обидно, это больше именно про то, что у меня есть ожидания определенные. Определенные, определенные ожидания от тебя, и я хочу, я требую, чтобы они, эти ожидания были оправданы. Чтобы они оправданы. Вот. А если, если, если они не обрадуются, вот, то я, соответственно, чувствую себя очень негативно. Очень, ну, очень плохо. Я себя чувствую, я себя ощущаю. Вот. Вот такая, вот такая вот история. Эм, значит. Почему вы пугаетесь, когда, когда вас обвиняют, обвиняют? Ну, здесь все достаточно просто. Эм, пугают, ээ, пугают. Эм, значит. Вот. Потому что, эээ, вы, эээ, не добираете себя. Вот. Вот. У вас нет. Эм, своих представ, представлений о себе, своих, своих собственных представлений о себе. во сне, то, вы берете, эээ, 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 основу других людей. То есть, основу точки зрения не других людей. А это для вас угроза, это для вас напряжение, это для вас постоянная опасность. Так. Дальше. Эээ, я понимаю, что это из опыта, но в таком моменте я потеряю право аккуратности, мне на них можно решить какой-то плохой материальный поступок. Для чего? Чтобы одобрены. Вынуждаетесь в одобрении. Я заступаю наступать, но, хочет того, что я уже не беру себя на несколько, на несколько непонимания и чувства, должно быть наказано, если это справедливо. А дальше, чтобы одобрение. То есть, если я буду наказан, и если это будет справедливо, то меня одобрят, меня, там, с полют в полют. Вот. Вот вы говорите, что я думаю, это из-за слияния, из-за того, что мама и отцов. А благодаря чему слияние возникло? Ну вот. Как получилось, что оно стало возможным, Кристина. Вот. А давайте вы подумайте об этом. Вот. Для начала. Прямо что дальше вы просто пишите о том, как родители вас видели, как вы своими действиями пытались доказать обратное. Вот. А и то, что вот вы говорите, мой друг, у него такие же родители, он один раз или два принес на меня, если бы я была такая, ему показалось, что я хочу сделать садистический поступок в отношении него. Это произошло, как, когда приписка 109 играла свою роль, это меня добило. Вот что значит добило? Да? Вот. И да, люди могут совершать садистические поступки. В этом нет ничего аномального. Но вы этого боитесь как огня, как огня. Вы этого пытаетесь избежать. Почему-то. Да? Потому что я буду плохая, если буду совершать такие поступки. Но что-то из этого при этом вам хочется сделать. Что-то из этого. Потому что это часть вашей личности, которую вы отрицаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Конечно бы здесь с личной ответственностью и границами не мешало бы поработать. В целом структурировать ваши мысли, ваши чувства. Вот. Уверенность в себе повысить. И как бы независимые отношения с родителями. Проработать. Удачи вам. Всего самого доброго.